МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Одни бомбят, другие спасают террористов". Курды по поручению США организовали тайный вывоз из раки 300 боевиков, их жен и детей, под прикрытием международной коалиции. Подобную же операцию они провели и при освобождении Дерри Зора. Сколько недобитых террористов теперь в Сирии? А может, международная коалиция не хочет их добивать? А значит, завтра они вернутся и начнут новую войну. Как ответит Россия? -"Мы будем делать ровно то, что заявляем, бороться с терроризмом". Терроризм, как и фашизм, не инструмент борьбы против неугодных, а абсолютное зло. Это прогнозы. Я Вероника Крешининикова, и мы начинаем. Как американцы вывозили террористов из раки под прикрытием международной коалиции? Сенсационное расследование журналистов BBC пролило свет на истинные намерения США на Ближнем Востоке. Проверенный крайний. Во всем виновата Россия. В чем еще обвинят Москву западные политики, чтобы оправдать свои экономические и политические провалы? Что стоит за созданием армии Евросоюза? Новая угроза для России или попытка увыйти из-под контроля США? У нацистов есть новое лежбище. Как Евросоюз прохлопал подъем радикалов в Польше? Порвать отношения и перекрыть дорожные сообщения. Киборги против украинцев. Кто победит? И нашим, и вашим. Армения хочет сблизиться с Евросоюзом, при этом оставаясь союзником России. Удастся ли сесть на два стула? Первый камень в строительство ядерного могильника заложен. Кто превращает Украину в самого опасного европейского соседа? Сего неделю назад Вашингтон подписался под замечательным заявлением по Сирии. Все правильные слова в нем есть. Про приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности Сирии. И про решимость нанести поражение запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Однако оказывается, пока американские чиновники этот текст дописывали, американские военные рассаживали террористов в новенькие автобусы, раскладывали их оружие в грузовики и переправляли в безопасные места. Расследование журналистов BBC шокирует. Во вторник британская телерадиокорпорация BBC вышла в эфир с сенсационным материалом. На кадрах, снятых в Сирии на мобильный телефон, видно, как из освобожденной Раки выезжают грузовики, в кузовах которых сидят боевики ИГИЛ, группировки, запрещенные в России. Рака в прошлом неофициальная столица ИГИЛ. Телекомпания сообщила, что по свидетельству водителей, вывозивших из освобожденного города мирных жителей, среди них находились около 300 боевиков. Наш конвой растянулся на 6-7 километров. Мы выводили примерно 4 тысячи человек, включая женщин и детей. Расскажите мне об иностранцах, которые были в этих грузовиках. Откуда они? Из Франции, Турции, Азербайджана, Пакистана, Йемена, Саудовской Аравии, Китая, Индонезии, Туниса, Египта. Там было огромное количество иностранцев. Это не должно было выглядеть как победное шествие ИГИЛ. Поэтому курды настояли на том, чтобы не было флагов, растяжек. Вместо этого террористы ИГИЛ, включая, сидели на грузовиках. Один грузовик был настолько перегружен оружием террористов, что сломался. Террористы вывезли с собой оружие. На многих были надеты пояса шахидов. Вывоз осуществляли арабо-курдские отряды так называемых сирийских демократических сил, которых поддерживают США. Турция называет их террористами, такими же, как ИГИЛ. А потому реакция Реджепа Эрдогана была крайне жесткой. Он считает неубедительными заверения Пентагона в том, что они не имеют отношения к выводу боевиков из раки. На журналистское расследование откликнулись и сирийские власти. Они заявили, что имеют информацию о том, что США при помощи курдов точно так же вывозили террористов ИГИЛ из освобожденного Дерризора. Генсек ООН и представитель Совета Безопасности в курсе произошедшего, но пока они не дали никаких комментариев. Пентагон подтвердил уход из раки порядка 300 боевиков ИГИЛ. Но уход этот, как объяснили американские военные, был частью сделки между курдами и городским советом. А войска коалиции не были стороной этой сделки. В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис бил себя в грудь, утверждая, что борьба с исламским государством станет войной на уничтожение. Мы не допустим того, чтобы иностранные боевики выжили в боях, чтобы вернулись в Европу, Америку, Азию и Африку. Мы им этого не позволим. Тогда как объяснить, что среди 3,5 тысяч мирных жителей, которых вывозили из раки, дабы избежать лишних жертв, затесались вооруженные боевики? Для вывоза использовали 47 грузовиков. Вот они на этих кадрах и 13 автобусов. При том, что все покидающие город проходили через металлоискатели. У них проверялись документы, брались отпечатки пальцев. Четырех боевиков удалось опознать. Но как прошли еще 300? Подобное поведение партнеров нельзя назвать честной игрой. Предельно ясно, что боевикам ИГИЛ на территории Сирии не удержаться. Этот вопрос должны задавать не только мы, но и журналисты. Куда затем направятся эти сотни фанатиков, экстремистов, боевиков, которых вывели из-под огня наши американские коллеги? Ответ на этот вопрос написан кровью на мостовых Нью-Йорка, Бостона, Парижа, Ниццы, Кабула, Стамбула, Брюсселя, Лондона, Москвы. А это значит, что пусть без поддержки так называемых партнеров по коалиции, но мы доведем дело до конца. Мы будем гнать боевиков ИГИЛ с сирийской земли, пока от организации, запрещенной в России, не останется и следа. У нас есть союзники, это Иран и Турция, для которых террористы, так же, как и для нас, не делятся на хороших и плохих, на чужих и своих. Хороший террорист – это мертвый террорист. В среду Владимир Путин примет в Сочи президентов Турции и Ирана. Будет обсуждаться ситуация в Сирии. Чистота встреч Путина с Эрдоганом и Раухани говорит о том, что процесс урегулирования вступил в самую активную фазу. Между Ираном и Турцией очень сложные отношения, но России удалось вовлечь их в конструктивный диалог. Способности посадить за стол переговоров оппонентов – наша большая сила. Россия стала лидером урегулирования на Ближнем Востоке. На этой неделе российский телеканал «Раша Тудей» был вынужден зарегистрироваться в США как иностранный агент. Мне довелось работать в США в качестве российского иностранного агента в течение пяти лет. Заверяю вас, ощущения самые неприятные. Масса очень подробной отчетности, проверки приходят. Офицеры контрразведки ФБР просят вас покинуть ваш кабинет, пока, не цитирую, работают с вашими документами. Так что в Америке разговор с иностранными агентами короткий. В ответ на меры против «Раша Тудей» Госдума приняла поправки в закон о СМИ. Теперь иностранные телеканалы и радио, вещающие на Россию, могут стать иностранными агентами. Законодатели подчеркнули, что эта мера вынужденная и зеркальная. Мы не собирались признавать американские СМИ иностранными агентами. Но кто в России не знает, что «Голос Америки» – это американское вещание? В результате обострение поднялось еще на один виток. Нам это не выгодно. А выгодно тем, кто хочет конфликта, на который можно списать и все свои собственные ошибки. Запад в глубоком кризисе. Разрыв между политическими элитами и населением приобретает масштаб пропасти. Народ хочет знать, кто же виноват в его бедах. Экономические проблемы и политические рафрии буквально душат и старый, и новый свет. Прежде правящие элиты убеждали свои народы в том, что только они и знают, как управлять миром, а электорат шел под удочку политических олигархов в западный рай. Но произошел сбой. И воздушные замки, выстроенные из демократии и экономического процветания, равенства перед законом, рушатся, как карточный домик. И мировые элиты судорожно ищут виноватого. И вот сводный хор национальных лидеров исполняет хорошо заученную песню «Россия во всем виновата». Россия – это проверенный веками крайний. В Россию нужно только верить, потому что никаких доказательств вмешательства никто представить не может. На этой неделе в сводном хоре прорезались голоса отчаянных отстающих. Британский премьер Тереза Мэй выступила с проникновенной антироссийской речью. Россия стремится использовать информацию как оружие. Ее государственные СМИ публикуют фейковые новости и фотографии, обработанные в фотошопе, пытаясь посеять разногласия на Западе и ослабить наши институты. Все бы ничего, если бы не обстоятельства, на фоне которых Мэй сделала это заявление. Оно буквально потрясло англичан. И вот почему. Накануне 40 депутатов английского парламента заявили о полной несостоятельности и выразили премьер-министру свое недоверие. Мэй инкриминирует провалы во внешней и внутренней политике. То, что она за полтора года после референдума по Брекситу, не может продвинуться и на йоту в переговорах с ЕС по выходу. И на этом фоне она вдруг рассказывает о каких-то русских хакерах в фотошопе и руке Москвы. А в конце этой почти фултоновской речи она анонсировала визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву. Странно. В данный момент я не уверен, каков точный процент, но 50% фальшивых аккаунтов в социальных сетях связаны с Россией, а еще 30% с Венесуэлой. С этих аккаунтов распространялись публикации в поддержку сепаратистского движения. К примеру Мэй следуют и члены испанского правительства, ибо рука Москвы, как все уже поняли, опускала бюллетени и на референдуме по отделению Каталонии. На данный момент нам известно, что в значительной степени это исходило с российской территории. А то, что еще в 1934 году подобный же путь закончился тюрьмой для всего каталонского правительства, и тема независимости для Барселоны пробивается уже не один десяток лет, об этом в Мадриде как-то позабыли. Еще дальше пошел американский портал BuzzFeed.com. На его страницах обнародованы сенсационные материалы о переводах 380 тысяч долларов из российского МИДа в посольство России в США с пометкой «На выборы 2016 года». Вот она, рука Кремля в американских выборах. А то, что в России осенью прошлого года прошли выборы в Государственную Думу, а посольство должно было организовать голосование для наших соотечественников, и на это потребовались деньги, об этом факте газета вспомнила, но маленькими буквами в конце публикации. Вопрос, как избавиться от летворного влияния русских, стоит на повестке дня как в Европе, так и в США очень остро. Самая легкая мишень, вещающая на Запад российские СМИ, представляющие зрителю альтернативную точку зрения на события в мире, пугает местные элиты возрастающий охват аудитории телеканала RT. Маленький голосок правды может превратиться в реку истины. Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонт заявил о своем желании работать на телеканале RT в качестве ведущего. Я понял, что на этом канале я могу выражать свои взгляды без ограничений страха. Начиная с этой недели российские СМИ, в числе которых информационное агентство «Спутник» и телеканал RT Америка объявлены на территории США иностранными агентами. От нас могут потребовать практически всю внутреннюю информацию, докладывать в высшие органы, у кого мы запрашиваем интервью, кто у нас работает, вплоть до публикации личных адресов и зарплат. То есть хотят, чтобы мы фактически подставили своих сотрудников. Естественно, люди под таким прессингом работать не смогут. Впрочем, российский ответ не заставил себя ждать. В среду Госдума приняла закон о СМИ иностранных агентах в России. Однако вряд ли после этого Запад перестанет на нас давить. Зарубежные СМИ будут и дальше лепить из России главного врага, а сводный хор национальных лидеров разучивать новые песни из цикла «Рука Кремля». Ведь это куда проще, чем действительно решать собственные проблемы. А что стоит за этой истерией? Зачем ее нагнетают? Трамп – олицетворение самой агрессивной версии американского капитала. Вместе с ним пришли к власти самые захватнические военные и финансовые круги. Война – это самый быстрый способ обогащения. Не сведется на чужой территории, как это всегда делает США. Знаете, иногда складывается впечатление, что Дональд своими обещаниями поладить обеспечивает прикрытие для агрессии. «Я хочу дружить, а мне не дают». Нет. Дональд и в теме, и в доле. Ему с его аппетитами куш российской экономики тоже хочется поймать. А Европа на грубый напор Дональда Трампа ответила в весьма асимметричном. Трамп требовал от европейцев увеличить свои взносы в НАТО. Европейцы военные расходы увеличили, но решили сами ими распоряжаться. 23 страны Евросоюза подписали соглашение о постоянном структурированном сотрудничестве в области обороны. Коротко – ПЕСКУ. Название сложное, но смысл простой. Это первые шаги по созданию европейской армии. Пока речь идет только об общей военной логистике и производстве вооружений. Что значит этот европейский военный проект? Надстройка к НАТО? Или европейцы все-таки пытаются уменьшить свою зависимость от Америки? Главный враг у армии ЕС, как и у НАТО, конечно же, Россия. На этой неделе президент Владимир Путин утвердил штатную численность российской армии. 1 миллион 902 тысячи человек. А если сложить численность всех армий стран-членов ЕС без Великобритании, будет примерно миллион 700 тысяч. Это фактический паритет. А с учетом того, что среди стран ЕС есть и ядерная держава Франция, все это вызывает серьезное беспокойство. Мы никогда прежде в ЕС не имели такого тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. И в то же время, никогда прежде сотрудничество между ЕС и НАТО не было на таком высоком уровне. И это является живым подтверждением тому, что оба процесса кооперации могут прекрасно развиваться параллельно. Но могут ли? По мнению аналитиков, Европа делает первый очень осторожный шаг в сторону от опеки своего большого заатлантического брата. Ускорил процесс создания армии ЕС выход из состава Союза Великобритании, которая препятствовала любой общей европейской оборонной политике, под тем предлогом, что это будет дублированием НАТО. Дополнительный стимул процессу придал приход в Белый дом Трампа. Он отчетливо дал понять европейцам, в деле обороны им следует рассчитывать лишь на собственные силы. К этому же призвал европейцев и Эммануэль Макрон. Единственный путь, который гарантирует наше будущее, это воссоздание независимой, единой и демократической Европы. Обновленная Европа, по словам Макрона, невозможна без единой армии. Что это значит? Сегодня почти каждая страна Европы имеет свою армию. Если государство является членом НАТО, то и ее армия подчиняется командованию Североатлантического альянса. Понятно, что первую скрипку в НАТО играют США с самым большим военным бюджетом, арсеналом и численностью войск. Что же влечет за собой создание армии ЕС? А вот что. О коллективном выходе ЕС из договора НАТО речи не идет и идти не может. Более того, национальные армии европейских государств не прирастут новыми дивизиями, действующими отдельно от общенатовских задач. Нет. Но, по задумке руководства Евросоюза, со временем все войска стран-членов ЕС будут иметь и второе, помимо руководства НАТО, командование войсками ЕС. И оно будет действовать сепаратно от НАТО. То есть выполнять те задачи, которые важны для стран Европы, а не для США. Новое соглашение позволит лучше координировать действия внутри Европы и быстрее решать вопросы, связанные с участием солдат Евросоюза в зарубежных акциях. Речь идет о том, что для европейцев архиважно создать милитаризованные полицейские структуры, которые бы охраняли внешние границы ЕС, но не от России или каких-то армий, а в первую очередь от беженцев. США не поможет Европе решить вопрос с мигрантами. А деятельность американских военных в Ливии, Сирии и Ираке как раз и вызвала тот небывалый поток беженцев, вместе с которыми в Европу проникли тысячи террористов из запрещенной в России организации ИГИЛ. В замене НАТО европейская армия не может стать и в силу своего скромного бюджета, но может стать надстройкой. В этом году Европейский оборонный фонд составил 25 миллионов евро. Но после 2020 года бюджет армии ЕС планируется увеличить в 220 раз, до 5,5 миллиардов евро. Эти деньги пойдут и на новое вооружение, которое будет сосредоточено у наших границ. Если усиление уже действующих войск пойдет такими же темпами, то со временем армия ЕС под собственным командованием превратится в серьезную угрозу нашей безопасности. Прогноз может быть таким. Создание армии ЕС – дело далекого будущего. И если экономический и политический кризис в Европе усугубится, то западным лидерам придется решать насущные проблемы, а не играть мускулами и пытаться уйти из-под контроля Вашингтона. Тем более, что это им никто не даст сделать. Но нам нужно держать ухо во стру. И ни в коем случае не расслабляться. НАТО или армия Евросоюза – дело вовсе не в том, как будет называться военная сила, расположенная на наших западных границах, а в том, на кого она будет нацелена. Мы будем следить за формированием европейских военных сил. А тем временем в Европейский Союз собирается войти, кто бы вы думали? Совсем неожиданный ответ. Армения. Да-да, та, которая является членом Евразийского экономического союза, членом УДКБ, наш главный союзник в Закавказье. Через 10 дней в Брюсселе на саммите Восточного партнерства Армения подпишет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. Как и Украина, Армения впрягается в политический диалог, так это у них называется, с Евросоюзом, который, цитирую, «повысит эффективность политического сотрудничества во внешней политике и в вопросах обороны». Ассоциация с Евросоюзом – не единственное, что Армения делает, как Украина. В это сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 года в Ереване был поставлен памятник Горегину Нжде. Это такой армянский бандера. В 1942 году Нжде обратился к Третьему рейху с просьбой превратить советскую Армению в германскую колонию. Именно он создавал армянский легион СС и убеждал военнопленных армян. «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Этот памятник – глубочайшее оскорбление всему армянскому народу, который мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной. 106 армян – герои Советского Союза. Нонжде – герой для правящей республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма. Вот такой логотип имеет партия. Ничего не напоминает? Вот и мне он напомнил символику Третьего рейха. Недавно мне довелось встретиться с руководством Республиканской партии Армении. На мой вопрос о логотипе, вы не поверите, один из руководителей подтвердил – да, мы арийцы. Похоже, мы что-то не знаем про отдельных представителей правящих кругов Армении. Неужели они собираются повезти Армению по пути Украины? В Польше в День независимости 11 ноября прошел 100-тысячный фашистский марш. Море польских флагов в перемешку с кельтскими крестами и иконами. Националисты, монархисты, радикальные клерикалы и фашисты в одном тесном ряду. Главный лозунг – не удивляйтесь. Мы хотим Бога. Бога польские ультраправые привлекают к своему делу, чтобы сказать – они против ислама. Ведь фашизм – это идеология ненависти. И сегодняшние европейские фашисты свою ненависть тренируют на беженцах и мусульманах. Вдобавок к евреям по старой традиции. Белая Европа братских наций – вот их идеал. А кто недостаточно белой или неправильной веры, вон из Европы пока в газовую камеру не отправили. Стотысячный марш радикальных националистов в самом центре европейской столицы. Такого в Евросоюзе еще не видели. Поляки с размахом отмечают День независимости. Страна, на территории которой во время войны находились главные фашистские лагеря смерти, где в газовых камерах гитлеровцы уничтожали сотни тысяч евреев, русских и тех же поляков, сегодня забывает свое прошлое. Будто вернувшиеся из 30-х и 40-х в руках демонстрантов лозунги «Наш путь – национализм, чистая кровь, чистый разум, всей Польшей споем беженцы вон, пора очистить власть от евреев, молитесь за исламский холокост». Чтобы управлять своей страной и самим принимать решения, мы хотим оставаться поляками, а не европейцами. На марш радикалов съехались правые ультра со всей Европы. Рука об руку с бритоголовыми нацистами по улицам Варшавы вышагивали семьи с детьми. Марш отражает не только настроение большинства польского населения, но и полностью поддерживается властью. Официальная Варшава назвала марш патриотическим, лишь потом осудив отдельные эксцессы. К таким патриотам, надо думать, в первую очередь нужно причислить и организаторов шествия. Национально-радикальный лагерь, национальное движение и всепольскую молодежь. Все эти группы ведут свою историю от антисемитских и российских движений, пользовавшихся популярностью в довоенной Польше. И вот история повторяется. Пока нацист возрождался и рос бурным цветом на Украине и в Прибалтике, Европа этого не замечала. Все это было где-то далеко, у российских границ. Но Польша – случай особый. Европейцы в шоке. Теперь они недоумевают, что вдруг случилось с поляками. Еврочиновникам пора признать, такую Польшу они вырастили себе сами. Они закрывали глаза, когда в Прибалтике и Польше сносили памятники советским воинам-освободителям. Когда русскоязычному населению запрещали говорить на своем языке. Их это не волновало. Система политкорректности и толерантности ломалась именно на России и на русских. Руководство ЕС устраивало, что ненависть поляков была направлена против кого надо. Поляков и Прибалтов наделили очень важные миссии – главных борцов с коммунизмом и с Россией. Они в это поверили. А еще они поверили в свою исключительность. Теперь европейцы пожинают плоды собственной политики и удивляются, что взрастили настоящего монстра. Теперь они воочию убедились, что идея польской исключительности вредит не только России, но и всему европейскому проекту. Присоединившись к дружной европейской семье, Польша так и не приняла европейские ценности. Бездумно корректная Европа вдыхает сегодня поры к сенофобии и расовой нетерпимости. И как показал последний марш шовинистов в Варшаве, Польша идет в авангарде этого движения. В Европарламенте испуганы не на шутку. Осудив фашистский марш, евродепутаты вынесли полякам предупреждение. Если официальная Варшава и дальше будет потворствовать националистам, ей это будет стоить лишение права голоса в Совете Европы. Когда явно попираются основные права и европейские ценности, мимо этого проходить нельзя. В противном случае такая пагубная тенденция распространится, и другие страны тоже займутся недемократической практикой. Как раз именно этого и боятся еврочиновники. Если ультраправые смогут и дальше распространять свои взгляды, в скором времени они будут представлены во всех европейских парламентах. А заняв большинство, смедут не только либерализм, но и европейскую демократию. Кстати, в Польше, где у власти сегодня находится, по сути, шовинистическое правительство, это уже произошло. Варшава недавно обвиняла Киев в националистической политике и запрещала украинским националистам въезд на территорию Польши. А теперь польские фашисты маршируют рядом с украинскими. Но на самом деле все просто. Поэтому националистическое правительство, как Киев, так и Варшава, всегда нуждается в цепных псах, фашистов которых нужно спускать на несогласных и держать народ в страхе. Насилие – вот главный их инструмент. Они имеют право его применять, считают они, потому что выше других людей. Арийцы они, а может киборги. Именно киборгами, кибернетическими организмами называет Киев своих сегодняшних героев. На Украине на экраны выходит политический блокбастер под таким названием. Служить в украинской армии желающих нет. Нынешний осенний призыв оказался самым провальным в истории ВСУ. В Киеве военкомат явился лишь каждый 30-й призывник. По всей стране начались облавы науклонистов. И на этом печальном фоне в украинский кинопрокат выходит фильм «Киборги». В основу ленты положены реальные события, происходившие в 2014 году в Донецком аэропорту. Солдат ВСУ, что держали оборону аэропорта, украинские СМИ, желая подчеркнуть бессмертие подвига и стойкость, назвали киборгами. Сценаристами была придумана вот такая история. Киборги сражались с мощнейшей армией противника. Конечно же, армией России. И выстояли. Вот они, новые герои, строящие новую Украину. Об этом говорит голос за кадром. На самом деле все было немного не так. Началось все 26 мая 2014 года и длилось без малого 8 месяцев. В итоге донецкие ополченцы, простые работяги, отбили аэропорт у киборгов. 22 января 2015 года пленных киборгов провели по улицам Донецка. С кадров видеохроники на нас смотрят совсем не геройские лица. И как момент истины, звучащей под гром канонады, голос донбасского ополченца. С кем воюете, братцы? Я вам показываю, с кем вы воюете. Здесь точно так же получается. Люди поднялись против вот этих всех олигархов и так далее. Потому что жить дальше стало невозможно. Но почему-то нас не услышали. На Майдане скакали. Донбасс работал. Когда Донбасс припекли, Донбасс поднялся. За свою землю, за свою родину. Если не знать эту реальную историю, то киноподвиг украинских киборгов вызывает слезы. Ведь о том, что они потерпели поражение в схватке с жителями Донбасса, простыми шахтерами, в фильме не говорится ни слова. Владимирская область. А, золотой кольцо. На весь хер, что ты сюда приперся. Раньше в украинских СМИ с успехом печатали фейковые новости. Теперь взялись за фейковое кино. Но правда все равно выходит наружу. Вот живые свидетельства из видеодоклада, подготовленного Фондом исследования проблем демократии совместно с Комитетом общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. Зверства украинских карателей в отношении пленных жителей Донбасса представлены в нем так, что не снилось ни одному сценаристу. Буквально метрах в пяти, в десяти, стоял трактор с ковшом. На ней закопали человека по колено. И говорили слова, типа, мол, с новорусской армией. Говорили, пусть вся Россия увидит, как ты будешь умирать. И они просто опустили ковш. Крикла там, разбили ухо. То есть лишился слуха. Разворочил на ухо одно. Второе, ну, меньше. Поменьше немного. Практически был выбедолаз. То есть я сейчас вообще не вижу этим глазом правым. Топили. То есть, ну, так как голова была в повязке, ну, глаза завязаны. Ну, и сверху ложили полотенце. Ну, я не знаю, полотенце либо тряпку, то есть не видел. Руки при этом были у меня пристегнуты сзади под стулом. Выход трейлера фильма «Киборги» совпал с очередным обострением в Киеве. На этой неделе лидер всеукраинской партии «Братство», а по совместительству главарь националистического батальона «Святая Мария» Дмитрий Корченский призвал к открытой войне с северным соседом. Никаких компромиссов по Донбассу быть не может. Мы должны воевать. Нации, которые хотят остановить войну любым способом, исчезают. Мы должны воевать и отомстить врагу. Мы должны перенести войну на территорию России. Только таким образом мы сможем выжить. Ненависть к России была и остается главным трендом политики официального Киева. Она стала и главной действующей силой в украинском кинематографе. Пока Москва и Вашингтон ведут тяжелые переговоры о разрешении конфликта на Донбассе, украинская власть вставляет палки в колесо мирного процесса. В стенах Верховной Рады уже на полном серьезе обсуждают тему разрыва с Москвой дипломатических отношений. А горячие головы предлагают полностью прекратить с Россией и транспортное сообщение. Посмотрев киборгов, действительно хочется взяться за оружие. Вот только зачем? И против кого пойдут воевать в выходцы из кинотеатров? Еще раз хочется напомнить слова донбасского ополченца. Против кого воюете, братья? Но этот голос куда слабее, чем главное из искусств. А главным из искусств на Украине теперь является фейковое кино. Скоро разве что киборги смогут выживать на Украине. Наблюдатели ОБСЕ и координатор комитета ООН по гуманитарным вопросам на Украине сообщают прессе. На линии фронта оказалось крупное хранилище жидкого хлора. 300 тонн. Когда в хранилище попадет осколок снаряда, вопрос только времени. А в Киевской области, в Чернобыльской зоне отчуждения, 9 ноября стартовало строительство хранилища отработанного ядерного топлива. Почему сегодня Украина становится самым опасным европейским соседом? Украина – это экологическая бомба замедленного действия. К такому выводу пришли эксперты комитета по гуманитарным вопросам ООН. По их мнению, в случае очередного возобновления боевых действий, в Донбассе может произойти химическая катастрофа. На линии отвода войск в Донбассе, на автодороге Н-20, на самом кровавом отрезке фронта, между окопами и полями с воронками, расположены два больших хранилища жидкого хлора. Хлор – сильнодействующий яд, обладающий крайне высокой токсичностью. Оба хранилища расположены на территории фильтровальной станции, снабжающие жителей питьевой водой по обе стороны фронта. Хлор используют для дезинфекции питьевой воды. В случае попадания артиллерийских снарядов в реал хранилищ, последствия будут такими же, как от применения химического оружия. 300 тонн хлора попадут в атмосферу. В зоне заражения окажутся около миллиона человек. Это будет трактоваться как преступление против человечности, военное преступление. Поэтому данный прецедент сразу подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. А вот кадры официального открытия в Чернобыльской зоне централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Посол США на Украине Марий Йованович, можно сказать, перерезала ленточку, которая отделяла Украину от катастрофы. Но поздно. Американская компания Holtec International получила от энергоатома полтора миллиарда долларов на строительство хранилища. И уже с 2019 года Украина сможет оставлять отработанное ядерное топливо у себя. Почти все реакторы украинских атомных электростанций раньше работали на российском сырье. Мы его поставляли, мы же забирали отработанное топливо на переработку. Но Порошенко решил перевезти реакторы на топливо из США. США так никогда не делают. Если вы купили у Соединенных Штатов ядерное топливо, вы никогда его назад в Соединенные Штаты не привезете. Потому что нет ничего более вредного и опасного, чем отработанное ядерное топливо. Именно это отработанное на украинских АЭС американское сырье и собирается президент Порошенко хоронить в Чернобыле. Глава Holtec с восторгом сообщил украинской стороне, что после введения в эксплуатацию хранилища Украина станет первой в Европе по мощности ядерных установок. Вот же чудо! С восторгом аплодировали члены правительства. И никто не задался вопросом, а почему в столь опасном мероприятии Украина выступила первой? Почему нигде в Европе никто не додумывался построить у себя такую же смертоносную помойку? Хранилище будет наземным, отработанное топливо будет помещаться в контейнеры на поверхности земли. Фактически американская компания-подрядчик проводит на украинской территории эксперимент. Но самое главное, что Украина уже отказалась от российского ядерного топлива, уже закупает американское, а хранилища для отработанного топлива еще не построены. Мы же не собираемся забирать в себе американские отходы. А куда девать то, что прибавляется с каждым днем в геометрической прогрессии? Она строит завод по переработке, по хранению отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Но так как все это требует денег, Украина открыла оферту, пока это только публичное рассмотрение оферты, ввозить в Чернобыльскую зону ядерные отходы со всей Европы, ну, возможно, даже там из других государств. Прогнозы самые печальные. Или Украина задохнется в ядерных отходах, или будет вынуждена отказаться от американского топлива и вернуться к российской схеме. Именно это произошло с чехами. Атомная станция «Тимилин» в 1996 году тоже перешла на американское ядерное топливо. На станции происходили бесконечные сбои. Гигантская махина отказывалась работать. В результате крупная авария в 2007 году окончательно отротила чехов от сотрудничества с американцами. И они вернулись к российскому поставщику. Если украинцы только из нашей программы узнали о печальном опыте Чехии, мы готовы рассказать им эту историю в подробностях. Но, видимо, знают, а потому готовятся к реализации самого страшного прогноза специалистов. До 2020 года вероятность серьезной катастрофы как минимум на одной украинской АЭС составляет 80%. И вот какие прогнозы получились у нас сегодня. Тема российского вмешательства будет все активнее эксплуатироваться на Западе. Россия вместе с Ираном и Турцией подготовит начало мирного урегулирования в Сирии. Процесс создания армии Евросоюза займет много лет. В Польше будут расти ультра-националистические настроения. А Армения подпишет соглашение о партнерстве с Евросоюзом. С вами была программа «Прогнозы» и я, Вероника Крашенинникова.